Нажимают. Есть какие-то неприятные ощущения? Никаких нету, да? Вы пришли к нам, не было никаких, ну скажем, неудобствует когда. Нет, все вообще не замечательно, все круто, все здорово. Не мешает этот угол, пока он не отрос до конца и не уперся. Ну он еще не отрос до конца, да, не уперся, в принципе-то. А когда снимать стали, то есть у вас углы края были далеко, хорошо были? Скажем, ноготь, полный ноготь с хризисом был с хорошим краем? Или вы его коротко подрезали? Вот так было, вот так. Нет, было этого. Вот до того, как мастер снял, ну скажите, свободный край был за пределом. Вот он был длиннее, чем вот эта мазурка. То есть он был где-то здесь, да? А Ниха Лизис длительный? Давно он был этот? Давно. Давно, да? То есть это уже длительный процесс. Мы не так давно стали это снимать. Все равно лисят. Пустота давно. Пустота давно, да? Ну давайте мы все-таки попробуем. Мы оставим трансляцию. Да, оставим трансляцию, потому что да, ну это... Видно там есть народ? Ну да, вроде там немножко есть. Значит, смотрите, вот мы сейчас пока Андрей перезаходил. Сердечки вываливаются. Ой, да. Вы нам там пишите, что вы нас видите. Значит, смотрите, когда мы спросили сейчас пациента, да, насколько был длинный ногти, мы же не видим, мы не знаем. Вот сейчас пришел человек от мастера, да, то есть от другого мастера. Привет, Катюш. Мы, собственно, ну... Шалом тебе. Не можем ничего сказать, поэтому я спрашиваю, что было, как долго был анихолизис? Что было до того, как мастер снял? Насколько был длинный свободный край? Был ли он, выходил ли он за предел вот этой мозоль? Потому что вот видите, вот она у меня раз и упирается. Видите? То есть был ли он длиннее вот этой мозоли? А это о чем говорит? О том, что он может прорасти дальше или нет? Он, да, у нас, видишь, край-то где? Да, короткий. Видишь, он край-то, да, он свернулся из-за чего? Из-за того, что сняли или он уже был такой свернувшийся? Надо понять. Да, нужно понимать. Если он свернулся так быстро, а сняли всего два месяца как, да, то есть при этом я не вижу... То есть почему я снимаю анихолизис и никогда не протезирую в первый месяц? Никогда. Я должна увидеть процесс. Во-первых, отрастает ли? Прирастает ли, да? То есть и идет ли у меня, ну, пытается ли у меня ноготь свернуться, насколько это легко и просто, да? Вот. И если действительно он быстро-быстро начинает сворачиваться, то я за этим должна следить. Вероятнее всего, если он хорошо прирастает, значит нет грибка, значит, скорее всего я все-таки предложу ей протезирование, чтобы не усугубить эту проблему. Вот. В этом случае я наблюдаю, да, то есть увидела, что проблема может появиться другая, я уже за ней слежу. Здесь в чем была... Это черный список. Здесь в чем была небольшая ошибка, вот, мастера. И очень часто, ну, скажем, у нас у всех эта ошибка. Почему? Потому что когда вы начинаете вычищать анихолизис, самое простое вычистить вот так. Ага. Почему? Потому что вот это место открыто, это место легко чистится, да, то есть здесь видно. Как только вы подходите к боковой пазухе, а сейчас вы работаете, вот там с влажными ногами работаете, здесь с влажными ногами. То есть что получается? Касаясь фрезой, любой фрезой пазухи, у вас большое ощущение, что вы сейчас ее пораните. Да. Да. Причем твердосплавом вы берете, ну, довольно большими, чтобы это было легко и просто убрать, да, и большим твердосплавом туда не залезете. А теперь смотрите, я дальше наблюдаю, анихолизис, он не здесь заканчивался. Видите, он куда уходит? Вон он где анихолизис, да, он глубоко. Вот, мне сейчас, ну, как бы сложно судить, что было, я не могу. Просто я, мы уже то, что мы получили. Поэтому моя задача, первое, что убрать вот этот угол, чтобы он не дали, не рос. Грибка нет. Да, то есть раз отрастание, обновление идет, грибка нет, да, то есть вероятнее всего. Я должна это вычистить, и вот анихолизис вычищаю так, чтобы и в пазухе не было анихолизиса. Потому что если вы его оставите в пазухе, то там клеткам прирастать некуда. Там точно так остается та же самая куча под ногтем, там тоже самое стоит кератоз, да, то есть более того, еще когда вы делаете либо под прямым углом, либо наоборот в сторону угла внешнего, наружного угла, у вас получается образуется вот этот острый угол. Как же туда залезть? Чем? Либо это самое простое, щипцами вырезаете и дочищаете. Но дочищать самое лучшее твердосплавом вот таких вот форм. Вот таких форм, смотрите. Видите? То есть это, да, либо иголочка, либо вот такой вот формы для того, чтобы вот эти твердосплавы маленькие, тоненькие, они не так ранят кожу. То есть вы ее не повредите, особенно когда влажная. Влажная, да, скользит. Потому что, да, она проходит по коже и ее сильно не повреждает. Поэтому в этом случае вам будет легче это отработать и безопаснее. Но вы должны четко понимать, что нужно, чтобы у вас в пазухе не было острого угла. Что я делаю? Видите? То есть я прямо снимаю. Сейчас у нас курс аппаратного педикюра. И у нас, смотрите, видите, я потихоньку, видите, угол какой появляется? Я его фактически, я его срезать должна. У меня в пазухе должен оказаться тупой угол. Угу. То есть в этом случае я смогу и тампонаду сделать, и когда у меня ноготь начнет отрастать, у меня не будет никаких острых углов, ни прямых, ни острых, они не врежутся. Я еще поставлю тампонаду, и они пойдут мягкие. Угу. 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 А то ты уже там без нас, да? Да что-то, сегодня тролли побежали. Понятна. Угу. То есть вы там боретесь? Угу. Боретесь. То есть что, вот эти маленькие фрезы, мне они очень нравятся тем, что я могу дочистить очень хорошо и тоненько. Больно. Это больно? Похоже. Похоже. Ну, может неприятно, неприятно. Я все это говорю, то есть неприятно это не больно, не больно. То есть это просто да. я могу сказать как потерпите еще чуть-чуть я прям вот чуть-чуть потерпите клиент потерпит это не страшно зато чуть-чуть топорик принесут теперь смотрите смотрите как видите вот там вон у меня что я делаю я беру фрезу принимаем потом наташа пузунов принимаешь опоздунов принимаем то есть что я делаю я беру видите потоньше и вот это все дочищаю очищаю до очищает то что у меня осталось в телефоне да ты вот это заходи со стороны да я смотрю там лучше видно видите кожи как может пойти то есть ни в коем случае не задирайте девочки я ее раз и потихонечку срезаю если вы на нее ткнете вы сделаете клиенту неприятность что я собственно только что и нечаянно сделать кстати тебя спрашивают как с файбером протезирование стоит попараться сделала до стоит спокойно никогда на вот смотрите эти вон куда за меня эти золончили скручивается видите как ноготок скручивается чтобы вычистить я не беру никаких щеточек я что делаю я вот убираю пыль убираю и смотрю вот я открываю прямо и смотрю беспощадно ковыряетесь ну что это беспощадно не не почти не беспощадно беспощадно я такая я жестокая уверенные такие движения конкретные это знаешь отрезать хвост собаки по кусочку жалко собаку купировать будем несколько раз вот смотри видишь я когда по верху раз-раз-раз и у меня оттуда все выходит до отвалился то есть фреза сама все это сработало а в этом случае можно человеку брызнуть ледокаином и все и действует на слизистую а там где лучше коньяк когда и внутрь конечно правильно правильно это самое лучше и себе у нас сейчас пациент сидит как вам коньяк или нормально самая лучшая анестезия тогда резиновая дубинка по оба смотрите я должна понимать у меня уголок скручивается слушай тут уже тебе это модель придет завтра с анехализацем практизировать будешь посмотрим видите вот у меня чтобы кожи и ни в коем случае не рвем девочки оставляем лучше смотрите видите у меня получилось я ухожу туда под накаток глубоко видно куда у меня ноготь сворачивается то есть здесь все гораздо ну как бы не так все на поверхности мы на поверхности видели с вами уголок да то есть который кусочек а на котором на самом деле он глубоко туда сворачивается почему и ну скажем постепенно лучше да лучше дойти и все-таки увидеть что же на самом деле нужны наташ модели модели все это да это нужно на даже своя клинка от меня вот видите еще на чеке он видит профиль наталья там написано координаты обязательно должны да и кожу и вот это надо убрать ой как вы смачно ковыряйте там аж мне руки зачесались настоящий мастер принеси мне пожалуйста чистые фрезы фондон со стерильными фрезами нет это не монолит был это твс к это не монолит а вот сейчас я подожди мой хороший мягко а теперь он золото надо же длина большое большое нет 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 мне нужно иголка монолит тоненькая которая мы забрали нет конус конус сигнал вот этот а конус на пулька богатство богатство вот вот монолит вот как монолит я полезу видите вот монолит все я же играю да 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 вот монолит я полезу я аккуратно так чтобы не трогать кожу так чтобы максимально видеть ее что я сам ноготочек буду потихонечку потому что у меня сейчас кому ей модель или мастеру до коньяк мне ближе ближе маньяки просто если бы вы не пришли там скорее всего вот этот угол уже врезался бы вы видели да то есть мы он уже начинал врезаться у вас появилась мазонка скажем так и скорее всего если не дай бог тесные обувь или что-то у вас был ну как бы чуть-чуть в общем ты весь кайф клиенту обломала своими обучениями взяла блин ведь все выпилил за поэтому как бы нельзя девочки оставлять острые углы и не дочищать они когда курс мазы и сейчас уже если вы онлайн курс уж если вы решили скажем вычистку смаз лизис то будьте на улика относитесь очень чётко на половину не бросать да наполовину не бросайте ни в коем случае там что недочищенные они холизис чаще и приводит к врастанию ногти если вы хорошо дочистите то вероятнее всего такого не будет каким зеленым пятном а вот вот это пятно да то есть это мы сейчас будем зачищать тоже прямо выпиливать смотреть потому что ну ну хочется прочистить и посмотажа по новому свежему пустому это чуть с олегом говорили да у нас следующий курс но мы вот сегодня мы сегодня решать у нас там будет вот есть компания на или кого-то не часто может быть стукнутся тут борьба за ноги борьба за ноги доставляйте ваши ноги вот-вот ловите вот товарищи можно идти на принять через часа полтора что еще разок лестники у нас слушай неллика отличились осенью позвоните расскажем хоть на телефон дали тогда или зай там что-нибудь смотрите я звала мягкую твердосплавную фрезу потому что ну реально она у меня вон молодцы девчонки вот скриньте его по всем вопросам курсов они крутые модели я ее вкусу знаю и вкусы то есть самое главное нам вот дочистить туда прямо вычистить вот а уже все остальное ну как же вы уже будете зашлифовывать заполировывать наша задача сейчас немножечко вкус осенью то есть все видите я прохожу и без крови меня видите но здесь мы вот это в начале когда начали девчонки немножко тут ее задели чтобы у нас все видите у нас нету курить вот он проходит мы поставим мы поставим сюда каполин с вами сейчас и у нее в принципе тампонады да а кусачками добиться нельзя можно было кусачками обрезать но дочистить все равно придется фрезой потому что вы кусачками вы сделаете ровный срез и у вас получится перпендикуму утолщенный ноготь рядом с ногтевым ложем и он все равно будет может врезаться да плюс еще если вы прищемите ну как бы отрежете и он у вас будет начнет махариться вам все равно придется закруглять и допиливать кусачками шлифовать да 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 кусачками вы можете для легкости как бы поварить этот угол да но изначально делать если они холизис ну как бы мы же пытаемся вылечить чтобы отрастить этот онихолизис может чтобы он это больше я думаю что здесь гематомка может гематом когда может здесь там нет а а это смотрите то есть мы с вами у нас поскольку она вопрос задает мастер вопрос задает да мастер вопрос мастер вопрос что она просит массе который с него она такая же шоу не ну скажем она начала хорошо она просто чуть-чуть не доделала смотрели бы просто умница но вот должны понимать что в пазухе она сделала молодец мне работа пошла потерялся помочь умничка но она намного чуть-чуть не доработала отлично я очень рада что мастера пробуют и ну вот просто в данном случае уже снимали говорит там долго но и поэтому я если могу оставить и понаблюдать если она не отрастает или отрастает замечательно она простет ничего нибудь если она расширяется значит будет скажем за может быть проблема еще больше нарком смотреть может под ногтевой машин может быть гной то есть может быть все что угодно да поэтому как бы лучше в данном случае да поскольку мы увидели мы можем если вы такие цветы под ногтевой мазель бывает я сейчас мы скажем она розовая сегодня красная розовая значит смотрите девочки вот если вы такие вещи делаете у вас ни в коем случае не должно быть острых краев чтобы мягко эластичный по моему дальше показывать уже нельзя по телевизору сейчас немножко мне до чисто сама поговорить да я тоже да привет мои хорошие еще раз можно но нелике привет вот так девочки у нас сейчас курс москве здравствуйте вот здравствуй натали здравствуйте девчонки или уже пока здрасте о зрелище не для слабонервных точно ли лен недолбонервных а у нас это мы вы это просто я выдавал у нас сейчас курс основа педикюра от простого к сложному спасибо вам спасибо девчонки поэтому мы сейчас заканчивание девчонки работают сегодня вчера у нас был полностью теоретический день а сегодня у нас практика сегодня у нас день обезьянок классная модель у нас вообще хорошие модели мы работаем обычно все равно это сложно это же медицинский педикюр да поэтому мы работаем со сложными моделями тоже снимал два отдавленных ногтя вообще супер молодцы с они хомикозом как различить значит они холизис и они хомикоз они хомикоз он может вообще выглядит совершенно по-разному они холиз как правило просто от слойка ногтя от ногтевого ложа снимайте делайте анализ но они хомикоз нужно снимать всегда обязательно ну все мои хорошие давайте мои хорошие все я хирург круто здорово леонора красная шапочка люблю такие нас протезировать обожаю здорово я так рад за счет это все спасибо вам большое стоимость курса у нейлика вы позвоните им они вам все все скажут в прямом эфире нет ни в коем случае мы ничего не оперируем все давай пока 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 ногти протезируем без маски возле ноги по моему опасно конечно опасно не то слово